Загрузка порошка в пресс осуществляется через вот данную воронку. Она съемная, вы ее можете достать, промыть и впоследствующую установить обратно на пресс. Подача же непосредственно порошка в зону прессования осуществляется через вот данную лапку. Мы сейчас ее увеличим. Вот эта деталь, лапка. Если вращать пресс, лапка приводится в движение и подает порошок внутрь матрицы. Потом происходит прессование готовой таблетки, выталкивание на поверхность готовой таблетки. В принципе, все легко и просто. Для тех, кто будет использовать данный пресс для производства таблеток, на начальной стадии рекомендую снять шкивы с этой детали. И это облегчит вращение отладочного колеса. Потому что вращая отладочное колесо через шкив, через электродвигатель, он как бы тяжело вращается. Поэтому советую всем снимать ремни, работать в ручном режиме, а потом перед включением в сеть электропитания ремни эти одевать. Обратите внимание, что на корпусе существует блок управления. Это кнопка ON и OFF. Включить и выключить. Регулировки осуществляются через эти кнопки. Вы можете использовать... Обычно этот пресс работает от 220 вольт. Вы также можете подключить и на 380. Соответственно, вот этот блок управления будет вам бесполезен. Подключайте провода напрямую к прессу. И в этом случае вы получите пресс, работающий от 380 вольт. Пресс-призводителя. Пресс-призводителя. Продолжение следует...